Всем привет! В этом видео поговорим о том, что президент Казахстана предложил Германии отвернуться от России. 28 сентября президент Казахстана прибыл в Германию и провел в Берлине встречу с канцлером Шольцем. По итогам переговоров Касым Жамар-Такаев сделал ряд важных заявлений для прессы. Главной темой переговоров на высшем уровне стало укрепление экономических и энергетических связей между странами. Такаев заявил о том, что Казахстан способен заменить Россию стать ключевым поставщиком энергоресурсов для немецкой промышленности. С этой целью казахские власти подписали несколько коммерческих соглашений с немецкими компаниями Deutsche Bach, Siemens Energy, Linde. Казахский лидер отметил, что с начала этого года Казахстан взамен российской нефти начал поставлять свою нефть в Германию по магистральному нефтепроводу «Дружба». К настоящему времени по российскому нефтепроводу было прокачано 500 тысяч тонн казахской нефти. Отмечу, что это капля в море, учитывая, что Россия в 2021 году поставила по дружбе в Германию 17 миллионов тонн нефти. Тем не менее, Такаев и Шольц выразили надежду, что со временем объемы экспорта казахской нефти в Германию будут расти. Казахский президент также заявил, что власти Казахстана будут четко следовать западному санкционному режиму в отношении России, пообещав бороться с параллельным импортом санкционных товаров в нашу страну. Пока это не особо удается казахским властям. По итогам первого полугодия текущего года Казахстан внезапно увеличил экспорт товаров в Россию на 45% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Товарооборот между Казахстаном и Германией с января по июль 2023 года вырос на 61%. При этом поставки казахских товаров в Германию в стоимосном выражении снизились на 11%, несмотря на начало поставок в Германию казахской нефти. Зато поставки немецких товаров в Казахстан увеличились сразу на 87%. Главным экспортным товаром стали немецкие автомобили. Поставки немецких машин в Казахстан в этом году относительно прошлого выросли более чем в 5 раз. Очевидно, что Германия через экономические связи с Казахстаном стремится сохранить связь с российским рынком. При этом Казахстан не против и дальше зарабатывать на перепродаже российским компаниям немецких товаров. Это все, что нужно знать о немецко-казахских отношениях. Казахстан Казахстан